Мир вам, братья и сестры, христиане! Что за грех лихоимства? Проверь себя, не имеешь ли ты лихоимства? Зачитаю. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Всё это зло изнутри сходит и осприняет человека. Что означает лихоимство? Лихоимство — это процесс взымания мягкого вымогательства чужой собственности, денег или плодов чужих трудов. То есть даже в самом слове лихоимство — иметь что-то, но если ты, например, трудишься честно, ты имеешь это, можно так назвать, доброимство. То есть добрым путём что-то имеешь. Это лихим путём, то есть плохим путём что-то имеешь. Это слово ещё в греческом pleonektoi, что означает стяжатель, жадный, корыстный, корыстолюбивый, хапуга, любостяжатель, страсть и даже ответвление такого греха, как сребролюбие. То есть жадный, стяжатель человек. Он, пусть как бы косвенно, пусть даже такой, можно сказать, действительно в мягкой форме, но вымогатель, можно сказать, своего рода такое косвенная кража. И вот мы читаем Слово Божие. Бедный и лихоимец встречается друг с другом, но свет глазам того и другого даёт Господь. Отплата, удержанная вам у работников, пожавшим поля ваши, вопиёт его плежнецов, дошли до слуха Господа Саваофа. Плата, удержанная вами работников. Многие сейчас обвиняют власти в тех или иных странах. Я не говорю уже о вопросе, конечно, то, что идёт война, например, русские власти, они, конечно, в этом виновны. Но я имею в виду в других странах власти. И вот часто ропщат на власти. Конечно, есть и коррупция, есть беззаконие, хватает этого. Но в целом, в целом, если забрать власть, и страна станет как наподобие, как в Сомали, я помню, как у нас в 90-е годы было, когда фактически руководил рэкет, как пираты в Сомали руководят, братья и сёстры, то есть фактически без власти. Это намного-намного хуже. Как вы думаете, если бы власти не изымали вот эти подати, налоги, не работала таможня, не работала налоговая инспекция, как вы думаете, вот бизнесмены, особенно кто занимается крупным бизнесом, там, средним бизнесом, они, кто имеет, как правило, такие значительно большие доходы, они бы платили добровольно вот эти подати, они добровольно бы давали, например, там, людям бедным и так далее в таких процентах. Я думаю, если бы давали, то может какая-то там одна сотая часть на благотворительность, но не так, как изымают, например, там, 20-30 процентов налоги. А что такое налоги? Вот этот принцип работает равномерности, вот как мы читаем Слово Божие. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка. После их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. Вот это Божий принцип, братья и сёстры. Это не означает, что можно одному лениться и ждать у того, кто трудится, что ты мне обязан что-то дать, чтобы было равномерность. Нет. Но мы часто видим, что и одни люди трудятся, и даже толково, скажем так, трудятся. Не просто как суетятся. А есть другие люди, которые, возможно, даже меньше трудятся, но при этом они живут намного-намного лучше. Конечно, не раз прибегая к разного рода мошенничеству, но не только. И вот так бывает, как написано в Слово Божьем, что у одного лучше получается, у другого похуже. Но и тот, и тот работает, и тот, и тот учит кушать. И Слово Божье учит, что нужно помогать бедным. Особенно, как написано, своим по вере. Братьям, настоящим, конечно, братьям, которые трудятся в Слове, чтобы они могли больше немножко времени уделить Божьему, потому что Бог дал им определённые способности, дарования и так далее. И чтобы меньше были они обращены в эти земные заботы. Это как апостол Павел говорит, что он благовонную куринию воспринимает. Он говорит, я привык быть и в бедности, иногда и лучше бывали времена. Но мне приятно, что действительно вы помогаете, чтобы я мог больше потрудиться в духовном отношении. Понимаете? Потому что приходилось ему шить и палатки, вы помните. Сколько он мог бы потрудиться в духовном, намного эффективнее бы было. То же самое помните апостол? Говорит, давайте мы назначим диаконов в церкви, чтобы они занимались больше земными вопросами, а мы, поскольку им дано служение апостольское, больше духовным вопросам, молитвам, словам. Поэтому духовный принцип, Божий принцип — это равномерность. Равномерность. И когда человек зарабатывает много, должно разумно быть, братья и сёстры, если он действительно христианин, то он должен понимать, что если он зарабатывает много, то он должен уделять не то, что даже десятую часть, а возможно даже на десятую часть и жить. Да, он может немножко лучше себе что-то разрешить, но не так, что один тоже трудится, но очень тяжело живёт, а другой просто в роскоши, как есть даже вот эти пастыри, мега-церквей, проповедники и так далее. Немалое количество таких бедных членов церкви дают им, а они покупают себе яхты по несколько штук, они покупают им самолёты, дома роскошные, живут очень роскошно. Да, должно так быть. Я говорил уже, пастырь должен жить приблизительно, приблизительно, как средняя рядовочная церковь. Потому что есть, конечно, кто-то немножко лучше живёт, кто-то хуже, где-то на уровне среднем и не более. Возможно, даже иногда и там даже в сторону бедности, но не более, и он этим показывает личный пример, а не наоборот, проповедует процветание и десятины, главное, живите как живёте, главное, приходите на собрание, давайте десятины, чтобы он обогащался. Слепой ведёт слепого, оба идут в яму, в погибель. Поэтому больше вина не на властях, потому что власти, понимаете, вот есть вот эти налоги, что это? Это пенсии, пенсионерам, которые не могут работать уже, или, по крайней мере, им очень тяжело. Но они тоже хотят жить, кушать и так далее, братья и сёстры. Слово Божие учит, что нужно заботиться. То же самое там люди очень бедные, малоимущие и так далее. Конечно, ещё раз, я не оправдываю, если они малоимущие, потому что они пянствуют. Нет. Но так устроено в нас, понимаете, в обществе. Человек тоже трудится, всё, но у одних плата очень высокая, у других достаточно низкая. И поэтому вот вам пенсии, социальные помощи и так далее. И в этом более-менее равномерность. Этим занято государство. А вот бизнес, плата, удержившая работники. Вот платите мало. Я говорил когда-то пример. Пример. Что для примера Верховный Совет, но это ещё во времена, конечно, было Януковича. Сейчас, возможно, немного другая ситуация у нас. Но не думаю, что очень сильно она изменилась. То есть общий капитал депутатов Верховного Совета Украины подбили его. И общий капитал депутатов Верховного Совета Польши, я не помню точно, как называется их, вот этот законодательный орган, как в Америке, например, Конгресс или тому подобное. Но суть не меняется, братья и сёстры. Суть не меняется. Так вот, Украина в среднем живёт где-то в 4 раза доход граждан, уровень жизни финансовый ниже, нежели в Польше, в Украине. Но при этом общий капитал депутатов Верховного Совета в Украине в 4 раза выше, нежели общий капитал депутатов в Польше. А мы знаем, что у депутатов, у нас, как правило, это люди идут, как правило, наиболее богатые, чтобы, как говорят они, крышевать свой бизнес. Уметь и бизнес, надо ещё его защищать. И получается, что какой результат? Что богачи, скажем так, богатые люди в Украине в 16 раз более жадные, нежели в Польше. Ну так, это, конечно, это немножко так упрощённо, но всё равно это говорит о том, почему на западных странах живут люди намного лучше, например, чем в Украине, чем в России. Потому что вторые, ну тоже общий капитал миллиардеров, самый высокий капитал миллиардеров в мире, это миллиардеров, значит, Соединённых Штатов Америки. Но на втором месте кто бы вы думали? Может, это Германия, может, Канада, может, Великобритания? Нет, это Россия. То есть большой разрыв между бедным и богатым нарушается, грубо говоря, вот этот принцип равномерности. Богатые люди в западных странах, они намного более щедрые, у них даже намного больше процент, когда идёт на производство, часть затрат значительно больше идёт на заработную плату, нежели, например, в Украине, в России. И в бывших странах, как правило, СНД, ну кроме Прибалтики. Прибалтика уже больше, конечно, уже до Западной Европы. То есть вот, можно украсть человека, а можно не украсть, можно не заплатить ему достойную зарплату. То есть дать мало зарплаты. Или даже вы так договорились, или, по крайней мере, ваш договор, а человек не имеет куда деваться, и он соглашается, это тоже преступление, понимаете, в глазах Господа. Это тоже лихоимство. Лихоимство. Тоже в церквях, ещё раз говорю. Смотрите, помогайте настоящим братьям, которые трудятся в истине Господней, братья и сёстры. Они, многие, дают уже так, богатые должны помогать бедным, а не бедные богатые. Многие бедные члены церкви помогают богатому, например, пастырю, который, просто ещё раз говорю, просто изобилие уже. Он думает, какую яхту себе очередную купить, какой самолёт и так далее. Тоже лихоимство. Нельзя так делать. И он пользуется властью, например, и изымает вот эту часть, например, с той же самой, например, там, десятины. Ну, я говорил уже, святотатство, присвоение Божьих денег, это сюда можно отнести. Так, по лихоимству вот это и есть, вот эта жадность, понимаете, плата, удержанная работников. Такое скрытное и достаточно, кажется, мягкое, но оно вымогательство, понимаете, чужого труда, чужих денег, то, что фактически тебе в глазах Господа не принадлежит. Ты приобретаешь его лихим, плохим путём, лихоимство. Очень рекомендую вам посмотреть ещё проповедь «Проверь себя на коняле любящий истину», чтобы связать это с другими ещё грехами. И также, если кто-то, членов церкви, например, кто-то в церкви у вас занят, может, вы заняты каким-то бизнесом, то вы должны тоже понимать, что если у вас есть люди, которые работают на вас, вы не должны смотреть, как мир платит. А так, что действительно, да, возможно, вы, конечно, вы организаторы, вы имеете право на больший доход, но, тем не менее, платить им тоже достойную зарплату, чтобы они тоже могли нормально жить. Если вы настоящий христианин, а не так, как, например, так в мире принято, потому что так сложились обстоятельства. Бог всё видит, братья и сёстр. Вы видите, как сказано, «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царствие Божие не наследует. От плата, удержанные вами у работников, пожавших поля ваши, вопиёт. И вопли жнецов дошли до слуха Господа. Саваофа до Господа доходит. Это вопли. До неба доходит. Поэтому да не думает такой человек иметь жизнь вечную. Такой крестьянин иметь жизнь вечную. Именно старайтесь, чтобы была равномерность. Я не говорю точно, высчитывая друг друга и так далее. Пастырь больше этим должен наблюдать в общем. Приблизительно должно быть. Конечно, кто-то будет жить чуть-чуть лучше, кто-то хуже, но не сильно, понимаете так, что один просто уже в роскоши купается, а другой еле дотягивает до зарплаты, чтобы купить хоть иногда кусочек мяса для семьи, рыбы, а не только жить на одной картошке. И тоже при этом трудится человек. Всё делается перед Господом. Не забывайте, если что-то удаётся ухитрить, то Господь всё видит. Давайте будем придерживаться вот этого принципа равномерности, если мы действительно хотим попасть в Царство Божие. Какой смысл? Да, как есть тоже Господь дает притчу, Он все притчи говорит жизни. Ты доброе получил в жизни свою, вот тот богач, да? А Лазарь в бедности был, но теперь он утешается, а ты в аду. Поэтому если вы действительно христиане, то вы не должны смотреть, как мир, а должны понимать, есть грех лихаимства. И он Царство Божие не наследует. Поэтому бодрствуйте, братья и сёстры, и превыше поставьте исполнение заповедей Господней. Этим вы покажете именно верность и служение Господу. И он тогда скажет, да, вы мои, а не так, как другим, что. Отойдите меня, все делающие беззаконие, я не знаю вас. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова